12-летняя Настя Меняева живет на байке. Каждый день на автобусе ездит в школу в Вычигодске. Вот и в эту субботу девочка отправилась на занятия английским. Окончились они уже вечером. Но в этот день дорога домой для нее превратилась в неожиданное и не самое приятное путешествие. Я сначала пошла к бабушке. Побыла у нее какое-то время и пошла на автобус. По расписанию он шел с заходом на байку. Я села в автобус и предупредила кондуктора, что надо ехать на байку. Сначала она мне не сказала, но потом я ей сказала, что мне надо на байку. И она мне сказала, что большой автобус на байку не заезжает. А рядом сидящий мужчина сказал, что ничего, значит пойдем от КПД пешком. Что ему тоже туда. Так и пошли пешком в темноте больше километра. Вместе с Настей высадили еще двух человек. Одна пассажирка сняла вот это видео. Темнота. Видно только, как светятся фонарики телефонов. Кстати, у самой Насти телефон разрядился. И страшно подумать, если бы ребенок был один. Тем временем дома уже сбились ног. Где-то в половину восьмого она должна была уже приехать на байку. И минут пять до дома там уже она дошла. Ее нет уже. Время без 28. Ее все нету, нету, нету. Соответственно, начали уже беспокоиться, что автобус пришел. Насти нет. Настю вышла встречать бабушка. Пошла по дороге в сторону Вычегодского. Там в темноте и наткнулась на внучку. Как пояснил позже перевозчик, в тот день автобус номер 8, идущий в Вычегодский из Котласа, поменяли по просьбе самих горожан. Только один единственный рейс вечерний заезда на байк 19.00. Но так как народу очень много ездит Вычегодский, они просят ставить большой автобус. Пришлось поставить большой автобус, который практически не может куда зайти. Управление городского хозяйства считает, что данная ситуация, она неприемлема. С перевозчиком, с Мишином Алексеем, сегодня у меня уже состоялся разговор о недопущении, так сказать, повторения подобных ситуаций. Также поручено работникам управления подготовить претензионное письмо соответствующим требованиям. К перевозчику обратилась и мама Насти. Постоянный рейс, на котором жители байки смогут в выходные дни вечером добираться до дома, должен появиться к следующим выходным. Большой автобус в 19.00 для жителей Вычегодского также останется на своем месте.